приветствую вас дорогие друзья на канале одесской кухни сейчас им приготовим обалденные говяжьи ребрышки с овощами в горшочке итак поехали сегодня мы узнаем откуда взялся этот рецепт блюда главные секреты его приготовления и кто же или что же отвечает за хорошее настроение в конечном итоге зарождение нового кулинарного шедевра это блюдо чисто семейное когда-то пришла идея вместо жирных свиных ребрышек воспользоваться услугами ребрышек говяжьих и с тех пор это блюдо воспринимается всегда на уровне главные секреты мы обсудим потом а за хорошее настроение отвечает 1 одесский анекдот представим себе разговор где-то в одессе семён маркович а что вы делаете для сохранения чистоты нашего черного моря послушать абрама и 7 для сохранения чистоты нашего черного моря мы с моей женой розочка туда ничего не делаем и ингредиенты самые лучшие самые свежие 1 килограмм говяжьих ребрышек полтора килограмма картофеля 3 репчатых лука 150 грамм моркови по 50 грамм корня петрушки корня сельдерея 600 миллилитров либо томатного либо помидорного сока 10 веточек зелени петрушки а также соль сахар ароматные душистые пряности и растительное масло дорогие друзья сейчас мы приготовим классный семейный рецепт обалденные ребрышки с овощами в горшочке из духовки первое что нужно сделать это измельчить мясо измельчить ребрышки до одной структурной единицы которую можно будет спокойно положить тарелку и продегустировать я предпочитаю брать все-таки ребрышки именно говяжьи не из теленка а именно говяжьи гораздо гуснее получается есть небольшие 2 прослойки жира и гораздо сочнее получится мясо очень важный момент учитывая что нам сейчас пристыть жарко мясо как мы знаем раскаленное масло очень плохо реагирует с водой поэтому нужно все сделать чтобы мясо наружи было сухим беру чистые бумажные полотенца и нам нужно будет а минут пять все это промокнуть высушить пока мясо просыхает заводим с полоборота конфорку прогреваем сковородку затем наливаем 60 миллилитров растительного масла желательно брать рафинированное любую которому вы привыкли за 5-6 минут прокаляем масло чтобы испарили все летучие водное соединение осталось все-таки только растительный жир затем на довольно интенсивном огне поджариваем со всех сторон мясо нам нужно пожарить до золотистой корочки обязательно условия не тулите мясо рядом очень близко друг другу на расстоянии пару сантиметров нам нужно со всех сторон мясо прихватить чтобы лучшие соки аромата стали смотри будем два-три захода пишет нам некуда следующий на очереди репчатый лук делим его пополам и него нужно шинковать размером 4 на 5 миллиметров как правильно измельчает репчатый лук на канале детской кухне есть мастер-класс обязательно посмотрите если ничему нового не научитесь на то что настроение себе поднимите так это я вам гарантирую мясо переворачиваю на очереди пряные корнеплоды измельчаем корень петрушки делим пополам еще раз пополам вдоль и продолжаем дальше измельчать корень сельдерея измельчаем немножко толще он быстрее готовится это пол сантиметра на пол сантиметра вот мясо прожарили со всех сторон в том же растительном масле будем пассеровать репчатый лук до прозрачного состояния на среднем огне каждые 2-3 минуты перемешиваем берем или 600 миллилитров томатного сока или столько же сока получаем и свежих если это теплое время года если холодное время года из консервированных томатов собственно мы сейчас используем консервированные томаты следующий на очереди сковородку это морковь морковь пассерую вместе с луком на среднем огне где-то 8-10 минут для того чтобы процесс сколирования что гораздо лучше нужно будет добавить одну чайную ложку с сахаром следующем кадр попросился чеснок два зубчика чеснока измельчаем мелко-мелко сразу чеснок выкладываем в миску измельченный корень петрушки и следующее на очереди у нас картофель картофель измельчаем вначале пополам вдоль пол сантиметра на пол сантиметра чтобы приятно было потом его кушать заодно проверяем картофель на профпригодность как и все остальные овощи и так вот-вот будут готовы наши ребрышки с овощами в горшочке поможем им этом еще одним одесским анекдотом одесский анекдот одной фразы доктор скажите а почем я болен и так что нужно сделать совсем немного сдобрить картофель пряностями 1 4 чайной ложки черного молотого перца можно немножко больше паприка до одной чайной ложки базилика 1 чайная ложка пол чайной ложки чабера и немножко для запаха и аромата жгучий красный перец если не любите можете его не добавлять или добавлять совсем немножко затем одну чайную ложку с горкой соли все это нужно перемешать здесь и картофель и пряности и чесночок и корень петрушки корень сельдерея пока мы все это делаем все разогреваем духовку рабочей температуры 200 градусов берем керамическую посуду так называемый горшочек он на три с половиной литра на дно выкладываем мясо мясо немножко посыпаем сверху черным молотым перцем зажарочку помните одна треть зажарки идет к мясу оставшиеся две трети мы соединим с картошкой вот таким образом просто перекладываем слоями выкладываем оставшуюся часть картошки зажарка уходит все оставшаяся часть картошки все это нужно спрессовать затем сверху выливаем 600 миллилитров томатного или помидорного сока еще немножко нужно присолить пару щепота и миллилитров 200 заливаем кипяченой водой чтобы вся эта красота опустилась также на дно все накрываем крышкой закладываем духовку при температуре 200 градусов в духовке нужно все закипеть забухтеть и как только процесс закипения произошел дальше при температуре 150 градусов тушим ровно два с половиной часа 200 градусов и наша красота и пусть на одном горшочке серега как опытный охотник наблюдает за мясом за всей манипуляцией что с ним делают как ведут и в конечном итоге что будет делать все нужно контролировать правильно серго ничего людям доверять нельзя серго ох уж этот доверчивый котик дорогие друзья если у вас плохого настроения а хочется его улучшить поднять его проще всего конечно же анекдотами и прекрасным кулинарным шедевром тогда вы обратились таки по адресу вы зашли на правильный канал канал одесской кухни смотрим же что у нас получилось дорогие мои кулинарные дегустаторы когда вы отведаете эту вкуснятину обязательно поделитесь лучшими друзьями знакомыми родственниками если есть возможность выставите ссылку кулинарные форумы социальные сети и другие интернет-ресурсы ставьте лайки подписывайтесь на канал одесской кухни берегите себя и своих родных приятного аппетита пока